всем привет чему короче сегодня решил вчера там переписывался кое-каких сетях это вопрос был такой задан какой лучше спиннинг купить фаворит такой или фанатик или ну короче люди вообще не понимают что такое спиннинг я вообще по поводу фаворита этих по этим китайским фирмам которые делать украинских комплектующих делают китайцы делаю очень некачественно бланки дешевые плохие цена на уровне хороших спиннингов вообще не советую не рекомендую никому такое покупать сегодня я хочу сделать обзор своих снастей это опять же кто меня смотрит все знают что это не реклама это просто обзор совет и рекомендации по качеству рыбалки по даже даже качество качество рыбалки в принципе как я вчера им написал что можно и штакетом ловить но сам процесс само удовольствие от рыбалки вы такими снастями не получите были у меня фавориты x1 были и давали мне люди на тест на рыбалку так приходили меняли спинами пробовал но нет ни одного фаворита сколько я в руках держал ни один я не могу отличить какими-то особенностям далее вроде бы и крепкий и твичит он чуйки никакой нету ни одного фаворита я чути не наблюдал визуальное наблюдение есть на twitch есть крепость вроде есть вес тоже бешеный ну как бы все что должно было в спиннинге можно взять стекловолокно тот же крокодил он тоже очень крепкий он тоже тяжелый по нему тоже можно нацепить груз 50 грамм и наблюдать поклевку на удовольствие такой снасти не получите дал вытащить любую рыбу короче сегодня начну я вот сразу с первого спину самый старенький у меня это сюда катушку отпускайте на хранение моя ошибка я лично зажатая ставлю фрикцион потом портится передавливается это шимана разверну 270 длина сильно не развернешься шимана техниум чуйка у него классная вес у него тоже относительно 270 и 50 грамм тест до 50 грамм 2050 чуйка у него обалденная 270 2050 тест пробка кольца уже перед первое кольцо стремя ножками но дальше идут по две ножки все отлично спиннинг в руке сидит пробочка у него нравится но это старого образца то по моему слияния ошибаюсь до 2007 года выпускался или сколько но я его часть я стала того его первых троллинговый спиннинг во вторых джерковый джерки а на нем дергаю отлично он работает и иногда использую в качестве ловли щуки на живца цепляю поплавочек и путем заброса катушка здесь нитка здесь тоже мощная 021 это наверное можно сказать полторашка где-то так и 022 на разрезу 23 килограмма но леска очень шивана кайрики хорошая нитка леска нитка катушка шивана маски 4000 размер по катушке шоу скатчем ананаскет у меня две катушки сейчас и вторую покажу по шивана маски могу сказать одно шоу катушка неплохая да тут стоят сальнички вода сюда не попадает но вот я когда взял первую при равномерной проводки на колебалку в основе это ощущаю есть какой-то стук вот как бы колебаний в ручке в главной паре там шпули все люфты как как бы допустимые я не пойму откуда этот стук но я думаю что скорее всего квадратные подшипники некачественные но здесь какой-то он не усиливается с годами вот этим катушкам уже там по пять по четыре по пять лет по шесть самая старенькая моя катушка делали пару раз того сам лично но в этом году хочу дать специалисту что построил подшипники тюнинговал чуть и надо уже на лескоукладыватель тут подшипник вставить я смотрю что втулочка здесь здесь стоит изначально втулка что втулка здесь уже как бы не справляется на лескоукладыватель наверно через раз чистил все уже не помогает чтоб поставили сюда подшипник принципе я самому поставить это делаю ну я хочу сделали то и заодно поставили смысл мне заказывать там подшипник стоит 200 гривен если японский оригинале не так дорого пускай человек уже поставит и заполняет его заплатить чтобы он уже пострел что тут что тут заступная думаю дело в самих подшипниках где-то квадратные подшипники вот именно стук какой то есть 2 катушки другая проблема тоже шамана нас ки тоже есть проблемка это же она не увеличивается не усиливается как заводская какая-то вот поэтому спину понятно да она отлично него и на свим и ловил есть у меня видео по свивом ну такое что 30 граммовый снасти кидать 252 70 заброс классный вот моя первая палочка жалоб на ней чуйка капитальная чуйка я на нее даже и джигом ловил джигом и ловил на больших глубинах при ветре ставил 30 35 грамм ну то есть справляется он когда большие веса нормально все получается второй мой спиннинг это мой был до некоторого времени был любимый сейчас у меня остается пока весь в лидерах по моим палкам по всем это шамана техниум полутора частник разложится ну здесь в ручке не хочу сильно засадил его тест 1442 длина 213 отличный спиннинг тот хоть хоть тест 1442 на 12 граммах я по нему визуально определяют но легенький вообще был за счет того что он полутора частник за счет этого очень крепкий а почему мой был до этих пор самый любые потому что у меня есть лучше сейчас спины как по мне но этот я уверен в усили в тех я еще не уверен когда они вытащат такой русских тегал этот этот спиннинг тогда я уже могу сказать что я перешел от шамана чуть дальше не охота платить за бренд хочется платить за качество часто дальше расскажу по фаворитам катушка здесь вот эта вторая катушка тоже шамана наски только уже 3000 там 4000 году 3000 тоже есть какая-то проблемка в ней на равномерно этого стука нету как в той катушке но при твиче и рывке какой-то удар и как удары так я сначала думал что в шпуле нет ни шпуле тоже какой-то удар где-то внутри или в главной паре ну как бы шаткости нет ничего нет все отлично она работает не пойму тоже откуда этот класс 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 во время рывка именно рывок когда делаешь с попуском лески с дугой чуть-чуть делаешь рывок воблера и какой-то класс происходит вот тоже и вот эти две катушки в этом году на то в киев и хотя бы я узнаю какая проблема потом вам расскажу какая у них проблема тоже поменяю здесь леска укладыватель на подшипник принципе остальные подшипниками но клубы я вообще меня не интересуют подшипники подшипники как бы от этого сильно не кайфу и не замечают все тут тоже отлично в этом спиннинге вообще претензий к нему нет очень легкий очень крепкий полутора частника то конечно в одном случае недостаток перевозка у него получается вот 213 минус минус 40 где-то где-то метр семьдесят у него перевозка в разложенном состоянии это конечно недостаточно так идем вот катушечкой разыграл спиннинг был у меня спиннинг фаворит я ему разыграл подарил людям чтобы начинали ловить чтоб поняли что это такое и улучшались получим спиннингом с него осталась катушка дайва ниндзя вот слышите звук вот это ее проблема дайва ниндзя не только у меня я с моими разговаривал именно падает на форуме списывался с людьми именно по этой дайва ниндзя все отлично все стоп но есть ну это рабочий люфтик как бы неважно его можно устранить поставить шагу на главную пару это неважно она ей тоже уже три четыре года она отлично работает я знаю что через полгода использования в сезон так возьмем сезон через сезон использования у него появляется вот этот шум и этот шум на всех катушках дайва ниндзя через сезон после сезона активного использования этой катушки есть запасная шпуля к ней шоу классно что не надо покупать можете тут нет например 0 там ну там единичка можно полторашку намотать и уже рыбачить двумя шпулями конечно удобнее ветер подолу меньше или толщину ветра нет тихо увеличились на спиннинг увеличились на джиг на twitch увеличились на джиг уменьшились ну короче это хорошо когда две шпули на всех катушках она идет вот это подай его нельзя неплохая катушка чувствуется на качество там что-то стоит там на не знаю 500 400 помогу да где-то 400 долларов неплохая катушка для этой цены так все я по ней рассказал шум больше не ничего плохого нет пока не только шум дальше этого я была и есть пока тоже одна из любимых палок по улайтовским ультралайтовским удилищем это crazy fish от что я хотел сказать поговорить вот фаворит x1 допустим стоит там 1700 и crazy fish inspire стоит столько же денег но он в разы лучше в разы лучше и по крепости и по забросу и по чуйке цена одна спиннинг на порядок лучше реально на порядок лучше заброс лучше все лучше так длина 22 ровно тест 2 12 грамм вытаскивала него карпов там на 5 килограмм на не кругу дам проволоке ну все отлично чувствует там с 5 грамм начиная и кидала ими 16 грамм можно завышать ничего страшного просто аккуратнее кидать спиннинг классный вообще рекомендую капитальный спиннинг по вам это максимальная в этом спиннинге шоу inspire максимально какие есть веса в этой в этом классе шоу 2 12 грамм максимально шимана ультера катушка вообще никаких претензий нет единственное когда я купил был люфтик здесь такой больше чем не хотелось бы я разобрал на канале есть ремонт этой катушки я сразу из нуля разобрал снял главную пару и перед подшипником поставил тоненькую шайбочку это все пропало и вот она уже довольно таки долго работает да это двухтысячка шпуля здесь конечно мелкая здесь единички влазит они тут пишут большему влазит буквально 70 метров ну выбрасываю всю иногда когда какой-то лобатый попадается ли какая-то крупная рыба нитки не хватает если с берега вы рыбачьте полетели ничего плохого сказать не мог вообще ничего плохого единственно это был люфтик это я думаю что заводской нормальный люфт но для как бы для удовольствия что получать больше удовольствия от рыбалки я его убрал вот такая палочка тоже легкая крепкая вообще crazy fish красавцы мне не очень нравится это не реклама и последняя моя палка пока без ничего про нее сказать не могу по счет креп за счет крепости остальное все могу сказать не ну тебя головы не конечно уже там пару пару дельфинчиков это crazy fish опять же я дальше начал с этой фирмой знакомиться хотел на ориона потом почитал отзывы почитал эти шоу орион и вот этот versus crazy fish вверх версус один в один бланк единственное что удешевили он где-то на тысячи полторы гривен стал дешевле за счет ручки рукоять здесь убрали его оставили от бланк ну без этого ничего не пострадала чуйка классная в руку палец ставите не обязательно палец на бланк ставить чуйка капитального этого спина вообще ничего бросает улетает тоже 2 длина 229 короче нет что конечно плохо хотелось бы 213 не это самый любимый такая любимая длина с лодки то есть берега нормально и твич тогда удобно он такой универсальный спиннинг пробовал и отвечу 130 дергает пробовал джиг ну все отлично мало еще могу про него сказать ну то шоу я хотел я про него узнал пока мне все нравится тоже очень легкий там в районе 100 грамм его веса точно не помню ну посмотрите характеристики не буду рассказывать туши пишут и так в интернете 229 77 28 тест через дробь 2 и через дробь 5 то есть 28 максимальная дробь 5 это можно еще 5 дюймовую приманку вешать это будет предельный тест 28 плюс 5 дюймовая силиконовая приманка что еще по нему сказать все вы видите спиннинг капитальный легкий чуйка бомба но тоже там с каким-то фаворитом сравнить по этой же ценовой категории я уверен там будет на порядок ниже качество того спиннинг нитка опять же шимана кайрики на сегодняшний день это 8 жилка которыми сама больше нравится 4 жил когда она выносливый по камням так выполнится еще используя 8 жилку потому что я веду канал и меня катушка находится возле камеры и сильно шумит 4 жил как вы знаете по кольцам а еще здесь удешевили кольца дешевле поставим это тоже не повлияло сколько отзывов слушал кольца капитальные там не не те кольца же не те кольца же стоят на орионе а бланк вот именно бланк орионовский один в один соревнов все остальное удешевленная бланк орионовский то есть чуйка его того же спиннинга цена там почти на 3000 дешевле почти чуть ли не в два раза дешевле эта палка за счет того что удешевили катушка держатель ручку рукоять кольца удешевили за счет этого он удешевился катушка вот я попробовал взял дайва фуэгра 4000 почему 4000 потому что баланс в этом спине как раз в 4000 баланс отлично во первых вторых она си сипи 4000 то есть тут весь механизм вот эта часть все трехтысячный единственная шпуля 4000 и передатка здесь ниже только мы пониженные скорости а подрыв идет лучше износ идет медленнее это это хорошее решение для дайвы тоже посмотрите обзор там все подробно про это рассказывать я просто показываю свои снасти я не буду обзор катушки это делать катушка класс никаких нареканий завода ничего не делал а прошу прошу заказал здесь как я посмотрел по обзорам здесь установлено установлен установлена очень маленькая втулочка и она там через месяц рыбалки клинит песочек попал алику то мусорок но она очень мелкая и я поменял на подшипник подшипник обошелся 200 гривен вместе с шайбами оригинальными две шайбы и подшипник 200 гривен и в течение двух минут я его поменял открутил поставил закрутил втулку выкинул сразу ни одной рыбалки на втулке не рыбачил сразу сделал подшипник все кнопки разборной то есть здесь ну хотя у любины есть можно это все дело разобрать и сделать ручку поменять с новым разборным ну для меня и для меня кнопки важно я пока мисс не сталкивался с тем что он там клинил или там ну пока мы сколько лет я рыбачу когда появились эти катушки там ладно раньше мы рыбачили там невскими киевскими у меня никогда не было проблем с клалом на одной когда-то что-то было какая-то катушка джексон или не помню я что-то он у меня как но подклинивал я его разработал там как-то шприцом туда он тоже не разборной был как-то масло было залил и вся проблема ушла я дальше рыбачил то есть мне это пока пока ведь мне это не так смертельно неважно рекомендую катушку катушка классная спиннинг классный и вот я же варю взять фавориты взять crazy fish одной цены спиннинги будет crazy fish будет в разы лучше ну реально лучше он будет легче он будет ну ладно крик крепче я не знаю могу сказать крепче но он будет легче ну фавориты да такие бревна хорошие может и крепкий особенно x1 я уже убедился шукули мне там 22 килограмма толстолоба кто видео на канале вытаскивал за 10 минут ним это x1 но такой именно штакен он легче он чувствительный заброс лучше цена ниже в два раза ниже если взять versus за 100 долларов то говорит за 100 долларов будет в разы хуже я вас уверяю это сто процентов вообще это не спиннин фаворит это не спиннинговая фирма не рекомендую вот конечно кроек с никто вам не говорит покупать там бешеные бабки американские палки стоят но шимана на уровне можно нормально да его палки вот я бати покупал вроде не жаловался на сегодняшний день на сегодняшний день я считаю шоу crazy fish это лидер по отношению цены и качества это сто процентов что любая линейка crazy fish возьми там твичинговый кабан за 700 гривен стоит вообще фигню стоит люди насоветовал люди покупали кабана валик по щуке да он чуть тяжелее но твичевая палка возьми inspire возьми versus возьми орион даже перейди там на назера туда я не знаю я не какой там спиннинг может да у них там пару позиций есть таких же нет наличий они не нравятся по характеристикам я не могу его купить я думаю это дело наладят все на этом обзор закончил по вчерашнего вопроса это все мои палки было меня там еще две палочки но я их разыграл буду с весны обновляться сейчас у меня как бы у меня тестовый диапазон перекрыт вот у меня до 42 грамм на все случаи жизни и твичи вот у меня до 50 грамм троллинг жерки вот у меня до 12 грамм по судочку на 2 3 метров глубине вот у меня 28 грамм по тому же судочку от двух там до пяти до семи метров то есть я пока мисс перекрытый единственное что я разыграл свой спиннинг мормышинговый у меня сейчас нет мормышинга и я хотел бы еще хотел бы еще обновиться по кастингу хотел взять кастинга на удилище и мультипликаторную катушку чтобы уже вами об этом рассказать а сам в этом буду новичок и будет интересно и вам посмотреть как я буду обучаться в принципе я схватываю на лету 7 лет спиннингом кидаю много труда мне не составляет понять теоретически я уже все понимаю ну я и брал спиннинг там знакомого рыбачка пробовал все получается все нормально конечно я не понял в чем лучше это все дело но есть у меня там какие-то догадки в компактности и в использовании толстых шнуров от этого не будут страдать за просто много таких плюсов минусов минусы тоже есть все равно попробуем это не тема сегодняшнего видео в своей снасти я показал именно спиннинговые удочки боковые кивки то другие обзоры все всем пока завтра выезжаем на рыбалку я просто вчера сменился отдыхаю подустал сегодня решил дома остаться завтра или завтра тоже не завтра там какой-то штормовое предупреждение 20 метров в секунду а после жан послезавтра уже ждем видос поеду по судаку может тот обогранется опять поеду пулька будет буду опять обзор на пульку лыжа ну и силикон конечно удар по и конечно будем троллина будет удар будем ставить на судака упираться а там как получится что попадется главное главное все понимают что рыбалки главное это свежий воздух отдых активный удар выделение адреналина наркоманы сто процентов все всем пока мира добра любви вроде бы я все рассказал по снастям спрашивали у меня много раз чем рыбачу я в принципе видео всегда говорю чем рыбачу но не подробно не никогда не объяснял почему такие предпочтения все пока задерживать вас